Всем привет, с вами Игорь. Продолжаем делать народный коллектор солнечный и вот что я сделал за эту неделю. Вот эти мои три секции. Кто не знает, напомню или кто первый раз смотрит видео, коллектор солнечный будет 6 квадратных метров с трех секций по метр на два каждая секция. Итак, сделал я заднюю стенку. Вот ДВП. Приклеил вот такой вот сэндвич. Это я вырезал кружки под отверстия надувные и вытяжные. Вот приклеил пенопласт, это 30 пенопласт 25 плотности и ДВП обычное. Самое дешевое ДВП, там оно не ламинированное, ничего оно там стоит 100 гривен лист большой. Вот, отлично держится между прочим. На клей пену я клеил. Не монтажная, а клей пена получается. У меня там вроде пишут минимальное расширение, но расширяется она нормально. Вот даже могу показать вам, как она расширяется. Видите, я и запенивал тут. Это пенопласт вставлял, повылазило. Это обрежется, такое дело. Так оно выглядит с задней стороны. Вот, задняя стенка. Задняя, это передняя, спереди. Вот, центральная секция, как вы уже знаете, будет основная. У нее вот через это нижнее отверстие будет надуваться воздух вентилятором, а через то высасываться тоже вентилятором. То есть, у меня будет два вентилятора в системе. Вот, я потом расскажу о них, покажу, для чего мне два, почему я решил два поставить. Там много таких преимуществ с двумя вентиляторами. Вот, ну так вот получилось. Пока что вот делаю этот коллектор, что я сделал за неделю. Вставил пенопласт. Вот единственное, что вот здесь вот швы. Потому что пенопласт я брал 50 на 100, так как не было метр на метр в тот момент. И вот здесь у меня получились швы. Тут я кое-как запенил. Здесь вот шовчик. Здесь шовчик есть. Ну, его почти не видно, но там какая-то щеленька маленькая есть. Я боюсь, чтобы она не промерзала. Наверное, я его, эту щель расширю. И тоже потом клей пеной запеню, чтобы она уже точно вот эта полоска там у меня не покрывалась внутри инеем или не отсыревала. Вот. Пенопласт, как видите, вот такое вот качество пенопласта, да? Перепад миллиметра два примерно. Вот. Короче, вот тут тоже видно, какой перепад. Угла тоже в него нету. 90 градусов. Короче, сейчас такие стройматериалы делают, что не знаю, как и строится это. Это только мучительство. Выставлял угол, подрезал. Ну, хорошо, что мне тут не очень важно, то я остальное запенил. А если там дом обклеивать, оно же сходиться не будет лист листом. Ну, не знаю, халтура какая-то. Это не пенопласт. Вот. Получается, как оно будет работать. Через вот это вот. А, вот эти отверстия у меня получаются флянцы на 125. Вот этот диаметр. С той стороны на нее наденется гофра алюминиевая 130. 130 миллиметров. Как раз я уже пробовал, она надевается, хомутик обжал. Все будет. Ну, потом утеплить надо будет. О, это входное отверстие для воздуха. Я его немного поднял, потому что у меня не получается. Там на фронтоне двери у меня, я их замерил, они 190, а коллектор у меня 205 высота. Поэтому я решил поднять вот это отверстие. Ну, тут это не столь важно, потому что холодный воздух, он все равно зайдет в коллектор и опустится на самый низ. А теплый будет стремиться подниматься вверх. А вот верхнее отверстие я поднял под самый верх, чтобы вот здесь вот осталось минимум, минимум расстояние до верхней доски. И чтобы не собирался здесь очень горячий, перегретый воздух. И что-то там что-то не расплавил, самый поликарбонат или еще чего-то. Поэтому тут надо максимум кверху поднимать это вытяжное отверстие. О, значит, воздух зашел сюда. Вот. И он под оцинковкой, и оцинковка станет вот сюда вот. На вот эту рейку по всему периметру. Вот, вот, отверстие. Вот. На эту рейку она станет, и на вот эту тоже сопрется. Вот. И вот здесь в оцинковке, я думаю, еще прорезать именно в центральной секции. Снизу такие, как бы, два или три отверстия ножницами по металлу, чтобы этот воздух еще и шел, ну, не только сзади, Ну, и спереди он так проходил и омывал оцинковку с передней частью, между поликарбонатом и оцинковкой. Вот. Это центральная секция, боковые. Он все-все зашел. Сюда он прошел в эти боковые секции. Воздух прошел. Тут он нагрелся, поднялся, опять вот в эти отверстия прошел и уже вышел в это выходное отверстие, вытяжное. Вот. Единственное, тут тоже есть вопросы. Тут мне писали, я думаю, это правильно, что воздух может идти к самым коротким путем. То есть, вот он всюду зашел, вот, прямо в первую секцию, даже не во вторую, сюда. И пошел все сюда, через вот эти вот тоже прорези, и сразу и вышел. Ну, ему так ближе всего. Вот, как бы, а тут будет воздух перегреваться, как бы, будет застаиваться. Вот, поэтому я подумал, что, может быть, я вот эти вот прорези, наверное, чем-то закрою. Ну, оставлю тут две. Вот тут одну, и вот тут одну. Две прорези оставлю. Остальные, наверное, запеню. Потому что, действительно, воздух будет просто гоняться через центр. Хотя, по идее, по идее, если здесь будет воздух в крайних секциях намного горячей, чем центрально, и он будет подниматься вверх, и он сам будет стремиться выйти в то отверстие, как бы. Ну, естественная циркуляция, ее никто не отменял. Ну, и, соответственно, он будет подсасывать через вот эти вот боковые отверстия холодный воздух оттуда. Вот, но это надо тестировать, уже проводить опыты, как он будет циркулировать. Вот, если циркуляция в боковых секциях будет слабая, и он будет стремиться только между этими самым коротким путем пройти, то тогда вот здесь вот надо будет эти щели как бы запенить или чем-то закрыть, чтобы он... Ну, оставить две, так сказать, чтобы сопротивление было больше воздуху сюда идти, чтобы ему сюда не очень хотелось идти. Ну, он и шел, но слабо. И чтобы больше шел в боковые секции. Но это уже надо тестировать, проводить опыты, как оно будет циркулировать, как оно будет идти с термометрами. Вот, думаю, дойдет и до этого дела. Ну, кажется, и все, что я хотел... Ага, в следующем видео уже буду показывать, как я крашу... покрасил оцинковку селективной краской. Как я их подружил, так сказать. Были у меня сомнения, пристанет оно или нет. Но об этом уже в следующем видео. Если какие-то есть вопросы или советы, пишите в комментариях. Все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok